это проект испытано на себе на канале якутия 24 и мы сегодня находимся в городе тамот и я думаю что по многим нашим сюжетам вы уже поняли что здесь большое количество творческих интересных людей и сейчас даже не заходя пока в гости к нашему герою вы можете увидеть что здесь просто шикарно оформленные ворота дом да все это резьба по дереву и конечно сегодня мы познакомимся поближе нашего героя зовут александр николаевич смертин и с помощью него я попробую освоить азы резки по дереву так ну чтобы зайти до в гости нужно конечно позвонить звонок немного страшновато мне нажимать все вот обратите внимание здесь вот такой вот капкан нажмите и мы вас услышим но раз уж объявление есть значит можно нажать пальцем так страшно об ну что друзья давайте начнем а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, я думаю, что можно... Я первый раз так вижу, что вот дача находится, а вот дом, квартира... Через площадь, площадку пришелся... Испытано на себе... Ну что, Александр Николаевич, сейчас мы у вас дома, и сегодня мне предстоит мастер-класс по резьбе по дереву. Но я уже вижу, есть такая заготовочка. Как называется вот эта резка? Это геометрическая резьба, геометрия. Ну, она сложного-то нет, ничего такого. Просто аккуратно надо, чтобы сколов не было. Вот я сейчас покажу, а Руслан, дальше уже будешь сам. Вот под углом резец берешь... Раз... Кто-то делает топорик, есть такой резец... Но я уже привык к осечкам... И поэтому... Раз... Раз... Подрезал... Зачистую... Вот и все... Потом следующую... Ну, он такой неплохой орнамент получается... Угу... Когда полностью выберется, все... Но мы могли наблюдать, то есть у вас на даче внутренняя дверь, да? Да-да-да... Вот она... В таком стиле... Ага... И очень красиво смотрится... Так... Сейчас... Под углом... Ну, обычно начинается с геометрии... Там... И потом текстуру дерева чувствуешь... Так... Это я сейчас должен... Да... Вот сюда... Да-да-да... Да... Вот так... Это как научиться... Держать ручку... Правильно держу, да? Ну... В принципе... Очень кропотливая работа, то есть... Да... Вот именно... Тут надо усидчивость... Я даже посмотрел на дверь и подумал... Сколько времени, да... Ушло... Ну... Время не замечаешь, Руслан... Когда начинаешь резать... Она все... Быстро идет... Угу... То есть, получается... Увлекает... Да... Так... Время летит очень... Подправить, да? Вот здесь... Можно... Да... Так... Ну... Следующий... Так... Сейчас я... Сделаю цельный квадратик... Угол не меняется? Он примерно одинаковый? Да... Примерно одинаковый... Сам инструмент... Это... Это... Особая сталь, да? Ну... Вот это... С ножовочной полотна... Еще советские... Ножовочные... Ну... Полотна ножовочные были... Угу... Они... Они хоть и хрупкие, но они очень бриткие... Угу... Режут... Режут... Режут хорошо... А вот я с них делаю... Вы сами делали? Да... Это-то несложно... Это... Был заводской... Ручка лопнула... Мне только... Вот это... И по новой... Ушел в небесы... Уже привык... Потому что к нему... Привыкаешь к инструменту... У меня молотоком уже 20... Наверное... Ничего себе... Ага... Хе-хе-хе... Так... Дальше... А где вы учились... А... Самоучка... Самоучка? Самоучка? Да... Тогда... Когда появилась первая вот... Идея... Позыв... Вот... Именно... Начать резку по дереву... Мы в эту квартиру переехали... Трубу надо было заделать... Ага... Вот эти вытяжные все... Некрасиво торчали... Но... Материала уже не было... Тогда ни пластиков... Никаких... Ничего... Ну и решил доской... И... Вспомнил... В детстве ходил... К одному... Резчику... У нас был тут... Да я с недели походил... Да и бросил... Что пацаны... Бегать надо... Когда резать... То есть это еще в детстве получается? Да... И потом вспомнил... Азыто... Ну и начал потихоньку... А... То есть у вас в детстве был опыт... Ну... Небольшой... Небольшой, да? Да... То есть вы занимались резкой... А потом... Все-таки с возрастом чуть постарше... Да... Пришло видать... И появился интерес... Ну вот как раз были... Вот у вас получается по соседству... Да? Вот Леонид Кузнец... Да... Мне понравилось... Он еще обучает детей... И вот говорит, что... Ну... Некоторые дети... Как бы... К этому... Ну... У кого-то есть интересы... У кого-то особо нет... Но... Я тоже так отмечал... Что говорю... В будущем возможно... Да? Да... Летом же не режу... Конечно... Сильно-то и не резал... Потому что... С работы придешь... Уставший... Уже не как бы... И не до резки... Когда режешь... Когда... Бросишь... Угу... А сейчас на пенсию вышел... Чем заниматься? Так... Вы говорили... Что та дверь... Сколько у вас заняло? Вот... Которая с геометрической резкой? Ну... Тоже... Начало... Так я ее долго резал... Наверное... С месяца срезал, да... Ту первую дверь? Месяц... Месяца три? Месяца три? Ну... Я забыл... Ну... Вот эта... С индианкой... Эту... Я сейчас ровно... Вот я... Запомнил... Тоже... Очень интересная идея, да? То есть... Дверь входная... И индианка открывает... Дверь... Изображена... А вот... Огород... Тоже все... Летом... Занимаетесь огородом... Да... У меня жена... Огородница... У нее все растет... Супер... Вот... Приехали бы в августе... Или в июле... Там все в цветах... Красота такая... Мы заметили у вас в огороде очень интересный пугово... Ага... Такое... Я сначала немножко... Сам опешил... А я представляю... Что ночью, да? Если допустим... Увидеть... Я же рассказывал... У меня две соседки напугались... Одна, которая вот с барака... Не с нашего дома... А следующей... Аж ведро бросила и уезжала... Это ночью было или днем? Не знаю... Не знаю... Она просто говорила, что напугала... Напугала меня... Говорит... Это из фильма Крик, по-моему... Да-да-да... Так... В целом... Вроде... Но я смотрю на ваши очень ровненькие... Так... Это... Ты главное занимайся... Потом... Потом... Все придет... Вот она будет смотреться... Уже здесь по-другому решено... Когда вот этот квадрат... Выделится... Уже он как бы... С одной стороны так смотрится... А... То есть когда геометрия уже появляется... Да... Так... Тогда давайте... Сюда попробую... Вот на два квадратика... Вот на два квадрата спустись... Уже по-другому больше... Что-то смотрится... Сейчас там руку чуть-чуть уже... Примерно... Данила не есть... Ага... А... И кстати... По плоскостям... Наверное... Чтобы часто не переворачивать... Можно... Допустим... Вот здесь сделать... Да... Вот здесь... Видишь... Уже... Опыт пришел... Приходит... Петр Хватин... А в целом... Вот... У вас очень много изделий... Да... Из... Из дерева... Вот... Ваш самый может быть... Ну... Понятно... Что каждый... Все они... Любимы по-своему... Вот... Тот... Которым... Может быть... Даже гордитесь... Знаешь... Устан... Которое последнее делаешь... Оно как бы... Дороже... Да... Ну... Да... Кстати... Получается... К вещам привыкаешь... Да... 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 А потом... Глаз замыливается... Видать... Угу... В этом и есть... Наверное... Вот это... Прелесть того... Что... Постоянно... Вот... Что-то делать... Новое... А как приходит идея... Вообще... Вдохновение... В этом году... Я долго собирался... Что-то не хотелось... Врезать... Потом... Потом начал... И все... И опять пошло... Уже без резьбы не можешь... То есть... Это такой творческий... Конечно... Процесс... Это как... Наверное... Вдохновение... Наверное... Не знаю... Ну... Я так понимаю... Что проект этого... Этого сезона... Это у вас... Мангальная зона... Да... Ну... Вот... В этом году... Казаков вырезал... Так... Ну... И вот эти... На... На калитке-то у меня... Где собака... Вернее... Хозяин злой... Палец прибинтовый... В этом году тоже вырезал... А как пришла идея с капканом... Я просто... Подошел... И... Не одноумение... Смотрю... Думаю... А как... Думаю... Заряженный капкан... Так... Может быть... Дача под охраной... Душки приваренные... Угу... Ну... Викина знакомая пришла... Это... Звонит... Говорит... А что не нажимаешь... Ну... По телефону звонит... А что не нажимаешь на кнопку... Я говорит... Боюсь... А вторая пришла... Палкой давила на этот... Проверяла... 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 Ну... А это я в интернете нашел... Вот эту... Надпись... Ага... Саму надпись... Только... А уже с пальцем... Так... С этой геометрией уже... Запутался... Так... Так... И тут я резал... Тут подрезаны... Тут подрезаны... Сейчас вот так... Посередине... Как будто я там... Над двумя треугольниками работал... А так... Тут один... Так... Это более такой инструмент для тонкой работы уже, да? Ну... Косячок называется... Вот... Вы видели... Когда вы показали там... Индейцы, да? То есть... Работает... А ну... Да... Там для... Стамеска называется... Или по-другому? Да... Стамеска... Полукруглая стамеска... И там косяк тоже нужен... Ну... Большой... Основные такие инструменты, да? Клюкарзе еще... Только я объяснял... Вот это барельеф... А это вот график... Эээ... Геометрия верни... Геометрия... Сейчас я думаю... Сделаем этот квадрат... Так... Так... А есть вот... Ну... Допустим... Как сказать... Не кумир... А... Ну... Человек... Которым вот... Мастером... Которым вы вдохновляетесь... Как-то следите за... А это я не рассказывал... По-моему... В каком же... В 69-м году мы ездили в Ялту... Угу... По ценам еще был... Третий класс пришел, что ли... И там... Поляна была... Сказок такая... И... Один мастер... Вот у него все... Было... Полностью вырезано... И голова вот этого... С Руслана и Людмилы... Богатыря вот этого... Угу... С огромного пня такая... Как-то потрясло меня так здорово... Ну... Ну... Все красиво... У меня даже фотографии еще остались... Угу... 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 Судьба, да... Подсказывала... Ну да... И сейчас это у вас уже... Это как больше хобби или это уже образ жизни? Да нет хобби, наверное, все же таки... Все начинается с чертежа, да? То есть... Да... Что-то задумал... А рисунок делаете на бумаге? Или... Я не умею рисовать вообще... Вот объемно все это вижу, представляю как... А рисовать не могу... Я все с интернета скачиваю через принтер, потом перевожу... А потом... Да... Супер... А вот объемное как бы представляю... А рисовать не могу... Очень интересно... Очень интересно... Интересно... Да... Я заметил... Там вот... Индеец, например, да? Он... Тоже с фотографией, да? Да... С рисунка... Но все равно... Вы же... Рисунок на дерево... Как перевели? На принтере распечатал... Потом эти... Переложил... Перевел... Перевел... Как называется... Копирка... Через копирку перевел... А-а-а... А потом уже... Фантазируешь как... Как у него... Голова повернута... Как там... Глаз должен быть... То есть это основа... Получается такая... А потом уже... Как бы в объеме... Вы уже... Да... Это уже в голове... Ничего себе... То есть, друзья... Если... Ну вот у меня тоже такое есть... Что я не умею особо рисовать... Но... Это кажется не препятствие... А это будет... Для лавки... Ну да... Для лавки... А друзья... Соседи просят что-нибудь... Изготовить для них... Например... Оформить что-то... Да я... Все пара дней раздавал... В основном... Ну тут вот... Первый заказчик появился... С Ейска... Ему вырезал... На баню... С Ейска? Ага... Ого... Это другой... Другая часть... Да... Это с Кубани... Сейчас еще один вышел... Я в Одноклассники выкладываю... Вот эти... Работы свои... Еще один через Одноклассников вышел... Ему тоже надо... Но ему самовар нужно дать... На обеченную зону куда-то... Самовар? Самовар... Ну... Картина с самовар... А... Понял... Как называется... Натюрморт... Ну да я ему отправил три эскиза... Что-то никак определиться не может... Какой... Всем очень нравится... Сейчас мы заканчиваем наш... Квадрат... Наличники зарезал... Сейчас вдруг тоже просят... Вырезать... Дом построил... Наличники... Именно на дом... Наличники это вообще... Такая тема... То есть... Это кропотливая такая... Все что должно... Симметрично быть... Ну... Наличники... Вот... Нехромовый... Тростоматор... Нехромовая проволока... И пошел как лобзиком... Только дымов много... Вот... Поэтому на улице все время приходится... А... Вот сейчас в апреле потеплеет... Начну выпиливать уже... Уже с резьбой завязываю... Начну выпиливать... То есть резьба это зима? Резьба зима... Выпиливание весна... А лето и осень уже это все по дому... По огороду... Осень уже надо и на рыбалку еще успеть садить... О! Так что... Друзья... Ну что... Вот готов у нас квадрат... Действительно... Уже вырисовывается такая... По другому, да? Да... Чем больше тем интереснее... И соответственно... Если это все... В таком большом объеме... То... Ну это тоже просто режется... Так... Следующий вот этот круг, да? Так... Я очки сняю... Потому что... В очках... Не вижу толком ничего... Так... Ого... Так... Раз... Здесь сделаем ступеньку... Она интереснее будет смотреться... Угу... По-моему, да... Там шире... И надо прямо, чтобы угол сошелся... Да... Чтобы... Ух ты... Так... 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 Снизу... Давай, действительно... Разделочная доска... Да... Супер... Так... Походная... Ты почувствуешь, когда она уже... Угу... Так... Инструменты вы задачиваете сами? Сами... Угу... Это же тоже получается очень... Тонкая работа, да? Да... Полирую потом... По концовке уже, чтобы... На... На... Кожанке с пастой голове... Чтобы... Изучиться... Аааа... Когда инструмент толстый... Срез получается аж блестящий... Аааа... Тоже... Это... Немаловажно... Ну, конечно... Это как... Как у хирурга... Да... Саля инструмент должен быть острый... Так... Так... Сейчас... Может угол, да, сделать? Можно угол покруче сделать, да? Вот так вот... Да... Не на такую глубину уже можно залазить... Так... 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 Я как-то... Ну, не знаю... Вот... Вот... Привычнее... Сейчас... Стало... Вот одним пальцем... Я видел, что вы разными... Так хватами делаете... В зависимости от угла... Так... А какое дерево в основном использует? Сосной, Руслан... Сосна... То, что растет, да? Да... Опа... Ух ты... Ну, вот почему сосна и хрупкая... Это... Она хрупкая... Для резьбы не очень пригодная... Но другого нету дерева... Угу... Кедр же не будешь вылезать... А в основном то резчики... А листиница, наверное, слишком жесткая... Да... Она, во-первых, ее ведет... И она... Трещины потом появляется... Ааа... И она, да... И для резьбы жесткая она... На западе там липа... Там вот резчики-то по липе режут... А липа... Вот я считал... Она что... Вдоль, что поперек... В любую сторону нарежется... Мягко... То есть нет такой текстуры... Как у сосны, да? Она, правда, не так выражена... Текстура, но зато режется мягко... Ох, какой ножик прям... Что он кислой срезает... Микроны... Так... Ну, в целом... Ну, вот чуть-чуть... Мне кажется, вот такую досточку сделать... И... Можно много... Своих дел обдумать, да? В голове... Да... Я работал... И автоэлектриком... И водителем... И механиком работал... И мастером на АБЗ работал... Вот так... Угу... За чужих еще кем-то не пришлось... Ну, как многие... Даже на корабле поработал маленько... На корабле? Да... Мотористом... Уже последнего года... Ну, в целом... Наверное... Корабельный мотор... Дизельный... Не особо отличается от автомобиля... Да там тоже и МЗ-ка стоял... А... Даже... Да... Корабль-то маленький... На метеостанции здесь у нас... Ну... Корабль на метеостанции... С пути... Да... А... На реке Алдан, да? Да... Мы про метеорологов тоже делали сюжет... Запускали метеозонд... Радиозонд, который называется... А тут, наверное, как гидропост, да? Да... Тут гидрологи и метеорологи тоже есть... Опа... Так... А вот, допустим... Какими-то механизированными инструментами... Какими пользуетесь? А вот... Как его... Ну... Бормашины типа... Дремель, да? Да... Когда... Такие вот... Труднодоступные места... Даже лицом не подлезть его... Здорово вручают... Мне подарили родственники из Кирова... Ездили в восемнадцатом году в отпуск... Две дня... Тетя подарила... Он вот этот с собой привез... Вот листья на дереве... Вот им вырезаны... А-а-а... И потом... Дальнейшая обработка... Чем ведется? Шкуркой... Где-то, наверное, восьмидесятка... Шкуркой обрабатываю... Потом морилкой... Морилка подсыхает... Еще раз шкурочкой... Потому что... Вот эти оттенки дать... Ну, как тени, не тени... Угу... И все... А потом лаком... Лак хороший продавался у нас в хозяине... Он на водной основе... Угу... Не пахнет ничего... И... Задержит ультрафиолет... Ну, так заявлено на нем... А вот нет еще на последнее время такого лака... В целом... Прогресс не стоит на месте... Вот я слышал... В Якутске такой был проект... Как художники... Рисуют картины специальной краской... Которая... Ну, в том числе... Она убивает бактерии... Да... То есть повесила в комнате... И она как бы... Ну, может... Еще и как лекарство работает... Да-да-да... Еще и лечит... Очищает воздух... А древесину вы сами берете... Или где-то уже готовую засушенную? Нет... Доски покупаю... И сушите, да, их? Ага... Само дерево должно быть прямо высушенное полностью, да? Ну, желательно, конечно... Но когда сухое... Если влажное... Ты вот начал резать... Уже, видать, напряжение другое идет на... Ну, в зависимости от толщины дерева... И ведет... Может горбатый быть... Плюс потом... Рассыхается, да? А вот, например, вы режете картину или что-то подобное, да? И тут вот такой сучок... Сучки вообще сложно обрабатывать или... Ну, конечно... Или вы как-то их обыгрываете, обходите? Оно не то, что сложно там сучок вырезать... А вот у него витиеватость вокруг сучка идет, понимаете? Она то в одну сторону задир, то в другую сторону задир... Только вроде настроился, опять задир пошел... Вот пляшешь вокруг этой сучка... А так сам сучок-то... Ну, что, взял... Стамесочку аккуратненько подрезать... Срезать, да? А вот витиеватость это вокруг нее... Вот это да... О! Так, третий... Слушайте, ну, по сравнению... Вот... Обратите внимание, да? Вот Александр Николаевич сделал срез... Такой вот профессиональный, глубокий... У него чуть поменьше... Это... Со временем пойдет... Да-да-да... А вот у вас еще много разных других инструментов, да? Это вот мелкие, когда... Ну, вот тут уже рельеф делаю... Вот эти... Мелкие детали вот этими... Резцами... Ну, и тут резцы вот еще... Какой дипломат! Это же... О! Высыпается! Советские... Вот тоже всяких вон... И клюкарзы... Стамески... Топорики... Что только нету... Прямые, и косые, и уголки... О! 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 Да... Да... Где-куда подлазить... Уже... Соответствующая стамеска... Угу... Подарок... Я же только одним кочевком работал... Ну, вот... По... По геометрии... Вот этим... Да... Он учился в Новосибирске когда... Угу... И привез... Купил на рынке там... Какой-то дедок, говорит... Продавал... Ну, видимо, самый реже... Это самодельное все... Куда деваться пришлось это... Осваивать... Ну, то есть... Он привез новый набор... Да... Да... Другой... Другой совершенно набор... Ага... Это получается... Сын сподвигнул, да... Своим... Да... Подарок... Толчок, да... Тот, который нужен... Ну... Вообще, когда вот смотришь на дом, да... Фасад здания... Который вот... Ручная резка по дереву... Очень... Прямо... Глаз даже не может оторваться... Очень красиво... Это вам не... Как это... Оформить керамогранитом, да... Облицовочной плитки и так далее... Так... Я по Золотому кольцу ездил давно... Это уже было... Угу... И были мы... В Ярославле, по-моему... Вот у них там... Частный сектор... Специально нас возили, показывали... Он весь резной... Все наличники... Все... Ну, в общем, все заборы... Все... Не резной, а вот именно выпиленный... Угу... Как вот... Пилю... Это у них там... Как традиционно уже вот это... Каждый хозяин... Каждый умилиц... Ну, в целом, вообще... Наверное, в древности... Да... Ну, в старые времена... Люди, которые... Ну... Даже те же вот вставные наличники... Я думаю, что в Якутске даже, наверное... Вот старый город... Это район Залога, да... Там еще сохранились старые дома... Тоже можно... Провести какой-то... Да... Там есть резные наличники... Можно, наверное... Провести какую-то научную работу... Там... Посмотреть... Какие веяния были... Так... Попробую сейчас... Сделать как ваше... Попробую сейчас, да... Наверное, в два захода, да... Резать лучше... Или... Ну... Попробую сейчас... Потому что... Сталь другая... Так... Переходим к другому инструменту, да... Ух... Я же испугался... Сломал инструмент... Это... Считаю, что постоянно... Такая ерунда... А вы потом вытачиваете... Такой же, да... Или... Да... Берешь ножовку... Вернее... Полотно по металлу... И с него делаешь... Так... Я сейчас... Тогда я не буду так... Это... Не сломается... Через... Это с другого материала... А... Да... Угу... Но он потолще... Поэтому... Как бы... Похуже... Мне кажется... Или ничего... Не знаю... Сейчас я это... Ну да... Чуть-чуть он... Потуже идет... Режет... Похуже... Ого... Да... Нюансы... Само... С ножовочного полотна... Пробовал со скальпеля... С медицинского... Металл мягкий... Сразу садится как-то... Угу... У меня уже... Небольшая фобия... После вчерашнего дня... Мы... Снимали... Рыбалку... Ага... Здесь... На Алдане... Плужики пришли... Они до нас еще рыбку поймали... Но мы все снарядили... С Настей... И начали уху варить... Вот... И практически уже закипело... Картошечку уже туда кинули... Я стою... Ну я сидел на корточках... И облокотился на ящик... На котором это все стояло... И половину ухи вылил... Пролил... Вот... Сейчас у меня такое тут... Опять такое вот ощущение было как сейчас... Это не страшно... Но мы тем не менее тоже там очень как-то среагировали... Картошечку со снега обратно в кастрюльку... Чуть долили воды и продолжили... Да... Я вот уже... Хочу сказать что... Действительно... Если бы... Вот даже сейчас... Я уже хочу... Другой инструмент... Вот как... Да-да... Вот этот лучше... Только вот этим... Попробуй Русланом... Вот этим... Он тоже какой-то... Так того что... Но он не мягенький... Им надо аккуратнее, да? Да... О... Это вообще такой... Для тонкой работы... Он еще гнется... Гнется... Так... Я заточил... Не заточил... Любой инструмент... Тут надо уже следить, чтобы... Не... В сторону... Здесь... И все-таки... Не... Сейчас я привыкну, наверное... Действительно... Инструмент, который... Вот... Вы уже годами, да... Новый... Используете... И именно та сталь, к которой вы привыкли... То есть потом уже... Уже начинается выбор, да? Да... Душа как-то и сталь... Не такая... Вроде и острая... А не то все равно... И... Скорее всего... Человек... Допустим... Новичок... Все зависит еще от инструмента... Вот дай... Новичку какой-нибудь инструмент... В котором он будет работать... Ему не понравится... Может это дело... А дашь ему хороший инструмент... Там... Глядишь... Втянется... И... Больше навыков получит... Как мне отец говорил... Без инструмента и блоху не убьешь... Здесь главное мне кажется... Вот... Концентрация... Да... Внимательность... Мне кажется... Терпение... Усичь... Всему можно научиться... Так... Вот этим инструментом... Гораздо большее движение... Нужно делать... Да... Потому что маленький... Надо было еще... Приготовить... Один... На всякий случай... Нет... Нет... Ничего... А то я два слова... Мне кажется... Этим... Рязаком... Можно делать... Как бы... Финальное оформление... Да... Мелкие... Вот этими мелкими... Там... Глаза... Такое... Попробую немножко довести... То есть... Вот здесь... Более такая... Жесткая работа... Да... То есть... Давление... И вырезы... А... Например... Уже навести... Такую красоту... Вот я сейчас... Как-то у меня такой рез хороший получился... Прямо... Удовольствие доставляет... Так вот... Можно подправить... Вот так... Не... Нормально... Так... Мне кажется... Мастер... Вот этот косяк... Обычно как вот... Ну... За один рез должно все быть... По идее... А... Нельзя вот так, да? Да... Нежелательно... Да... Желательно за один рез... Тогда все гладко... Все блестит... Да... Да... Кстати... Действительно... Вот этот... Да... А когда несколько... Уже все равно так не угадаешь... Даже если ты угол неправильно поставил... Все равно у тебя рез ровно идет... Сейчас я за один рез попробую сделать... Опа... Сейчас мы зрителям тут уже наглядно покажем... Так... Идет с этой стороны... То есть даже ошибся с углом... Но главное довести за один ряд до конца, да? Да... Она ровненько туда идет... Даже угол не так кидается в глаза... Сейчас чуть-чуть... Ой... Опять... Сейчас у меня вот здесь рядом узор, который за несколько резов делал... Сейчас постравить надо, да? Вот этот подправлю и покажу... Так что-то у меня не доходит... Не соединяется... А вот... Сейчас он уже освободился... Интересно... Вот... Обратите внимание... Если видно будет... Вот здесь я более-менее одним резом делал... А вот здесь несколькими, да? И вот видно такие... Как бы... Это расшалачисты... Да... Действительно... Здорово... Так... Вот здесь можно... Отправить... А вот... В Томоте... Еще есть... Тут люди, кто вот... Режет... Режет... Есть... Есть... Режут... Ну... Я не знаю... Борельеф-то, наверное, не режет... Вот... Геометрию, да? Да... В целом происходит... Обмен опыт... Выпиливают многие тоже... Опытом обмениваетесь? Да... Обсуждаете? Да как-то... Я не знаю... Поразовало, да? Нет... Все... Скорее... Тут как-то... Скорунах один... Приезжал ко мне... Ну... Вроде... Опыта меняться... То... Все... Показывал там свои... А я только... У меня еще из работы была вот эта икона... Вот эта? Ага... Только начинал... То есть это начальная, да? Да... Это начальная, самая первая... Я ему показал... Что-то он быстро свернулся... А то в Якутск поедем... Там меня приглашали... Так... Значит... На... Какой-то слет... Не слет... Ну... И все... Угу... Угу... То есть вы как бы... Только-только начинали... Ай... Кажется... Вот так... Не переборщил... Ничего... Сейчас... Скол пошел... Кажется... Ну... Сосна... Я и говорю, Руслан... Сосна... Она... Очень... Клокая... Вот... Ну что... Сколько минут мы... Делали? Почти 40 минут... Почти 40 минут... Ну... 30 минут... Это... Сделали... Раз... Два... Три... Четыре... И вот эту часть... Мне кажется... Если бы я вот... Этому посвятил... Наверное... Дня... Получило... Два... Три... Меньше? А... Хотя... Надо учитывать даже... Что опыт... Потом рука была... Конечно... Постепенно... Постепенно... У тебя все лучше и лучше получалось... Я думаю... Часа за четыре... Часа за четыре? Да... Ого... Здорово... Так... Ну... И резец еще подвел... Конечно... Не-не-не... Это я... Слишком сильно надоел... Это правильно... Надо было предупредить... Промолчал... Так... Это у нас от этого, да? Ага... Ну... Александр Николаевич... Огромное вам спасибо... За такой опыт... Нет... Ну... Действительно... Редко когда можно... Пообщаться с очень интересным человеком... Который мастер своего дела... Еще и под его... Руководством... Немножко вот... Порезать из дерева... Ну... Руслан вам... Ой... Тетеньку... На память... Спасибо... Шикарно... Какой-то вам... Да? Нет? Женщина вам... Да... 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 Есть такое... Спасибо... Ну что... Ну а мы в свою очередь благодарим Александра Николаевича... За то что пригласили нас... Пустили в гости... Вот... Потому что вашу дачу невозможно не заметить... Да... То есть... Очень все красиво... Вот... И... Конечно желаем нашим зрителям... Осваивать что-то новое... Да... В том числе... Почему бы и не заняться резкой по дереву... Например... Да... То есть это... Во-первых... Концентрирует ваше внимание... Мелкую моторику... Да... То есть это... И... Как мы видим... Вот... Александр Николаевич сам отметил... Что он не художник... Да... Да... Он как бы не рисует... Но... Объемное видение... У него просто очень сильно развито... Я вот смотрю... И удивляюсь на все вот эти вот... Картины... Которые он сделал... Да... И... Барельефы же можно сказать... Да... Да... Барельефы... Вот... Поэтому... Интересуйтесь новым... Развивайтесь... И... Конечно... Смотрите передачу... Испытанную на себе... На канале Якутия 24... До новых встреч... Спасибо вам... Спасибо... 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 Спасибо...